Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и продолжая разговор о втором послании апостола Павла Коринфянам, мы обратимся сейчас к шестой главе этого послания. В шестой главе апостол продолжает разговор о своем служении. Довольно многогранная получается картина, то, как он описывает служение апостолу, служение Нового Завета, в предыдущих главах, 4 и 5. И вот в шестой он добавляет некоторые аспекты важные к своему представлению. Напомню, что все же, так или иначе, ключевая мысль апостола, которую он хочет донести до своего непосредственного читателя, заключается в том, что то служение, которое он несет, принадлежит Богу, а не ему самому, и определяется поэтому Богом. И, собственно, вот позиция Павла, отношение Павла и к своему служению, и к Коринфянам, к которым он в данный момент обращается, определяется именно этим. И вот апостол говорит о том, что в сущности он и Коринфяне, у которых он проповедовал Евангелие, у которых он основал христианскую общину, являются соработниками, сотрудниками, сподвижниками друг к другу в этом деле служения Евангелию. То есть он видит так, что и он, и люди, которых он проповедует, вместе тем служат Богу. По-видимому, картина учителей и учеников, начальника и бессмысленных подчиненных для апостола Павла глубоко чужда. И вот, начиная шестую главу, повторяю, он обращается к Коринфянам как к сотрудникам, сподвижникам. В нашем синодальном переводе стоит слово «споспешники». Не сказать, что бы очень распространенное в современном русском языке, но все же относительно, может быть, понятное. Так вот, апостол обращается к Коринфянам и говорит, мы с вами вместе, мы на одном поприще трудимся, мы сподвижники друг к другу. И вот я поэтому прошу вас, чтобы тот дар Божий, который вам дал Бог, не был напрасен, не был растрачен просто так, потому что такая возможность в принципе существует, и это было бы очень обидно. И вот дальше апостол говорит удивительно важную вещь, которая, с одной стороны, сформулирована конкретно в частных обстоятельствах Павла и Коринфян, а с другой стороны, носит, конечно, совершенно глобальный характер. И это слова, которые жизни, пожалуй, любых христиан в любые времена более или менее приложимы. Апостол говорит о том, что Господь в Ветхом Завете обещает, во время благоприятное я услышал тебя, в день спасения помог тебе. Это цитата из пророка Исаии. И вот Павел пишет, ну вот теперь время благоприятное, теперь день спасения. В шестой главе и еще немножко дальше тоже для него это оказывается чрезвычайно важно, что день спасения – день, когда Бог вмешивается в жизнь людей. День, когда вот эти люди встречаются с Богом. Это сегодня, не когда-нибудь потом. Вот теперь день спасения. Дело в том, что вообще говоря, конечно, для веры Христовой некоторая эсхатологическая соотнесенность с концом времен важна и имеет значение, имеет смысл. Можно много слов наговорить. Но все-таки суть, суть нашей веры, ее квинтэстенция в том, что день спасения сегодня, вот сегодня Бог нас услышал. И это в каком-то смысле гораздо важнее, чем размышления о каких-то там будущих временах или о конце времен, подготовка к этим самым последним временам или к какой-нибудь посмертной участи. Апостол говорит чрезвычайно важную вещь. Все значимое перед Богом, все, что действительно происходит между нами и Богом, в том числе и наши человеческие взаимоотношения, это происходит сегодня. Судьба, в каком-то смысле вечная судьба человека перед Богом определяется именно тем, как ты живешь сегодня. И это, повторяю, исключительно важная и, может быть, общая обязательная вещь, которая так или иначе распространяется на всю жизнь практически любых христиан. Именно в этот момент происходит встреча с Богом. Ну и, помимо прочего, еще для исследователей новозаветных текстов здесь, конечно, есть некоторое парадоксальное ограничение той эсхатологии, которую мы знаем у христиан первого века. Они, конечно же, ждут Парусии. Они, конечно же, ждут пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И часто говорят и пишут, Павел в том числе, что это должно произойти вот-вот, очень скоро, потому что сам Господь сказал, не придет это поколение, как все сие будет, говоря о разрушении Иерусалима и конца времен. И так они ждут близко, ожидают, скоро будет вот это событие. Но это далеко не все в их жизни, понимаете. На самом деле, духовная жизнь, которая устремлена куда-то там, в какое-то будущее, очень ущербна. И для первого века для нас важно очень увидеть, что она точно так же происходит сейчас, встреча с Богом. Вот день спасения сегодня, теперь время благоприятное. Это по меньшей мере так же важно, и такое же важное место встречи с Богом, как какое-то будущее, второе пришествие. Они всегда живут сейчас, всегда их духовная жизнь происходит сегодня. Вот это аспект, который обязательно нужно учитывать. И, конечно же, апостол Павел, собственно, не пишет коринфянам, с которыми у него был, по-видимому, все-таки конфликт, которые огорчили его, а он писал им довольно резкое, по меньшей мере, одно обличительное письмо и считал сам в глубине души, что, может быть, слишком резко написал. Вот они ожидают встречи, потому что и коринфи не знают, и Павел знает, что он собирается все-таки в коринф прийти. И, тем не менее, вот Павел говорит так, вот сегодня день, когда нам нужно найти мир, когда нам нужно найти Христа в наших отношениях. Никогда не будь потом. Этого потом может и не быть, а именно сегодня. И дальше, собственно, он в этих своих словах обнаруживает еще один для него очень важный аспект. Он говорит о своем служении снова, как о служении Божьем, служении, которое совершается перед лицом Божьим. И вот мы являем себя, говорит апостол, как служители Бога. И дальше следует длинный перечень того, что с его точки зрения характерно для принадлежащего Богу служения. Действительно длинный. Он говорит о терпении, о бедствиях, о ударах, трудах, чистоте, благости. Ну, много-много аспектов, так сказать, с разных сторон. Апостол Павел перечисляет, но, по-видимому, мысль его занята одним. Он хочет поточнее, по возможности, разными многими словами описать то, что он, собственно, хочет сказать, что это служение, которое происходит в духе, и это служение, в котором сила Бога, действие Бога, присутствие Бога, и только это присутствие ведут к тому, что человеческая слабость не одолевает апостола. И вот он говорит, нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищено многих обогащаем. Он говорит именно о том, что вот мы сами по себе такие, нищие, но в этом служении присутствует Бог, который нас обогащает. И эта обогащенность, это богатство Богу принадлежат. Апостол говорит о том, что нас почитают умершими, но вот мы живы. Да, и живы потому, что в этом служении действует сам Бог. Для него, по-видимому, важно было сказать Коринфянам о том, что именно сейчас, вот сейчас день спасения, и вот сейчас в нашей немощи, как в моей, говорит апостол, так и в вашей немощи, все-таки какое-то такое Богу принадлежащее возвращение к жизни, Богу принадлежащее примирение, Богу принадлежащее соединенность во Христе, нужно и можно, и следует искать и найти. И, конечно же, вот именно в этом аспекте стоит понимать последнюю фразу этого отрывка, первой половины шестой главы, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Как и в других случаях, как и выше в словах о дне спасения, который сегодня, так и здесь значение, смысл этих слов апостола далеко выходят за тот конкретно исторический, событийный контекст, в котором они сказаны. Апостол говорит, может быть, слова, которые могли бы быть применимы к жизни каждого христианина. Мне не хочется говорить к духовной жизни, потому что уж слишком это бессодержательное слово, к той жизни, которая происходит перед лицом Божьим у каждого христианина. Апостол говорит, вот мы нищие, нищие, ничегошеньки, у нас нету нашего, нам не с чем предстать перед Богом, но всем обладаем. Вот это обладание всем, что есть в духе, в жизни, в мире, все это Павел связывает с тем, что мы с пустыми руками, нищие, принадлежим Богу, впускаем Богу, открываем Богу свою жизнь. И вот эта мысль про то, что мы открыли жизнь сердца поступки, все для Бога в своей жизни, она в голове, так сказать, если можно вообще так предполагать, в уме апостола Павла преломляется, и вдруг он говорит дальше в 11 стихе в другую сторону. Он говорит, ну и к вам, Коринфяне, наше сердце расширено. В нашем синодальном переводе, видите, сердце наше расширено, прямо какой-то медицинский термин из ультразвукового исследования. Что имеет в виду апостол? Потому что выражение про расширенное сердце, оно все-таки нуждается в пояснении. И, по-видимому, насколько можно судить, потому как движется его мысль, он прежде только что говорил о том, что вот мы открываем свою жизнь Богу, который входит в нее, действует и дает нам обогащение, радость, обладание всем. И для вас, говорит апостол, наше сердце открыто, мы не закрываемся от вас, мы, он имеет в первую очередь, конечно, себя, но и своих ближайших сотрудников, в частности, Тита, который, и Тимофея, которые в этих посланиях упоминаются еще не раз. Мы, здесь нет никакого, так сказать, императорского самолюбования вовсе. Нет, апостол говорит именно о группе людей, наши сердца готовы принять вас, мы готовы и простить, и восстановить отношения, и, главное, жить дальше вместе, и служить Богу вместе, вот, и говорим вам все напрямую. Знаете, эти слова апостола, уста наши, отверсток вам в Каринфине, означающие, что мы все говорим вам прямо, как есть. сегодня для нас звучат несколько удивительно, потому что у современного читателя нет ощущения, что Павел говорит прямо, потому что переводы, как правило, не очень ясно дают возможность понять, что же он имеет в виду, но это особенности переводов, это особенности переводов. Для Павла реальность заключается в том, что он действительно говорит так, как он видит ситуацию, как он видит картину, как он видит отношения с этими самыми Каринфинами. И вот вам не тесно в нас, нельзя сказать, чтобы это был самый ясный перевод на белом свете, вот, видите, что значит вам не тесно в нас. Апостол говорит, собственно, о том, что нам впустить вас в свою жизнь, в свое сердце, в свое внимание, в свою заботу, в свою любовь, не трудно. И наоборот, вам войти, так сказать, поместиться в наше сердце, говорит апостол, не трудно. Вот что значит не тесно в буквальном смысле этих слов. Но в ваших сердцах, говорит апостол, тесно, вы нас не хотите впустить. Таким образом, пусть и в немножко непонятной для сегодняшнего читателя форме, но для Каринфин по-мидимуму в форме абсолютно понятной, как он говорит, напрямую открытыми устами, Павел говорит, мы готовы вас полюбить, пустить, вместить в свое сердце, вы не готовы принять нас и восстановить и выстроить отношения с нами. Ну вот, говорит он, я призываю вас, ответьте нам тем же в равное возмездие. Ну, возмездие здесь тоже сильно не лучший перевод, как аналогичный ответ, ответьте нам на наше открытое сердце тем же самым. Вот, что, собственно, апостол имеет в виду. И еще одна мысль, которая составляет, собственно, вторую половину шестой главы, и еще к тому же захватывает первый стих седьмой главы, еще одна мысль апостола вот какая. Он говорит о том, что в открытые сердца, когда они открыты друг к другу, действительно вселяется Бог, и происходит нечто совершенно удивительное, чем вдруг думает апостол и говорит об этом, чем отличаются верующие от язычников, верные от неверных. И именно поэтому он вдруг говорит не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, не будьте как язычники, не подчиняйте свои поступки, свой нравственный выбор тем мотивам, которые движут язычниками. И он говорит о том, что мы с вами, он в начале главы назвал Коринфян своими сподвижниками. Мы с вами встали на сторону света, мы с вами встали на сторону Христа. Павел строго говоря, конечно, говорит о себе, но все же для него важно сказать, что он и Коринфян тоже видит здесь не чуждыми, не противниками. Мы на стороне света. И какое общение у света с тьмой, какая совместность храма Божья с идолами, какое согласие между Христом и Велиаром. И дальше апостол, собственно, обосновывает свою мысль для него в этой части главы очень важную. Он говорит о том, что ну вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вы место, где действительно Бог присутствует. Он говорил в начале главы о том, что в этот день, вот сегодня день спасения, когда Бог действует. Он говорил о служении Нового Завета, в котором Бог присутствует и наполняет собой немощи, недостаток людей. И мы ничего не имеем, но в Боге всем обладаем. апостол говорил о том, что наши сердца открыты могут быть друг другу. Он к этому призывает Карин Тен. Потому что, в конце концов, заключает апостол, когда наши сердца открыты друг другу, они и Богу открыты. И тогда действительно Бог вселяется в нас. Он приводит несколько составных цитат из пророков суть которых в том, что вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом, и буду вам отцом. Апостол цитирует, повторяя слова нескольких пророков, которые говорят о том, что замысел Божий о спасении в этом и заключается, в том, чтобы войти и жить в нас. И поэтому апостол, говоря о том, что вы храм Бога Живого, в сущности говорит об исполнении всех обетований Ветхого Завета, о том, что в церкви, в новых отношениях друг с другом, когда сердца людей друг другу открыты, вот действительно исполняется обетование о присутствии Бога посреди своего народа, о том, что храм Божий это собственно и есть и то место, где Бог присутствует. И вот говоря об этом в самом первом стихе следующей, седьмой главы, апостол заключает, смотрите, поэтому, потому, что вы храм Бога Живого, поэтому возлюбленные, имея такие обещания, речь идет об обещании Бога жить посреди, внутри своего народа, имея такие обещания, очистим себя от скверной плоти и духа, устремляясь к святости, устремляясь к жизни, принадлежащей Богу, жизни, наполненной Богом, устремляясь к святости. В нашем традиционном и привычном синодальном переводе «Совершая святыню в страхе Божьем». Текст красивый, привычный, но, по-моему, совершенно непонятный. А речь там идет именно о том, что Павел предлагает двигаться к святости, двигаться к полноте присутствия Божьего, к полноте открытости сердца и жизни для Бога. Продолжение следует...